Кубанской столице, в которой проживают больше миллиона человек, необходим новый вид общественного транспорта. Ведь в часы пик заторы на дорогах города иногда достигают 9 баллов. Также заставы электричек помогут связать пригород и соседние районы с центром Краснодара. По мнению главы региона, проект станет одним из ключевых в развитии транспортной инфраструктуры города. Губернатор обратился к коллегу Белозёрову с просьбой создать рабочую группу при поддержке федеральной компании. Для нас принципиально важно сегодня при вашей поддержке решить вопрос, стратегически важный для развития Краснодара. Его транспортной составляющей, транспортной логистики – это возможность создания наземного метро. Возможность появилась потому, что при вашей поддержке реализован проект объезд железнодорожного транспортного узла Краснодара. И те сегодня возможности, которые нам предоставляет существующая железнодорожная транспортная инфраструктура, может позволить нам кристаллизовать проект транспортного метро. Потому что на самом деле он значим сегодня для Краснодара. Электрички свяжут и прилегающие районы к краевому центру, и микрорайоны самого Краснодара между собой и с центром Краснодара, что по себе и создаст такой каркас железнодорожного транспорта, тех самых электричек, которые позволят нам сегодня отчасти расшить проблему транспортную. Поэтому есть возможно под вашим контролем создать рабочую группу, которая поэтапно подойдет к реализации данного проекта. Полностью поддерживаю возможность создания такой группы, совместной рабочей. И думаю, что мы в рамках работы этой группы обсудим и возможность расшивки внутри Краснодара. И, как вы сказали, посмотрим, как может быть улучшить ситуацию с пригородным движением в целом, где мы могли бы найти наиболее оптимальные варианты по ускорению движения. Планируется, что наземные ветки пустят по существующим железнодорожным путям, а также рассматривается и возможность строительства новых. Известно, что проект будут реализовывать в несколько этапов.